Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мой парень, с которым мы вместе уже почти 8 лет, боится свяжаться. Последние лет 5, живем с родителями, а переездил на отдельную квартиру, где будем только мы вдвоем, я начала говорить еще год назад. На усядчике здравствуйте от данной темы. На сегодняшний день, когда я спрашиваю, когда мы будем переезжать, у него в глазах появляется страх, и вот трясет, рука трясет, и говорит, что сильно боится, и прямо начинается паническая атака. И он не может сказать отверда. Пару дней назад он все-таки сказал, что готов к искать квартиру, ищите отдельные. Вчера, забрасывая зла на обратно, он сказал, что опять появится сильный страх и навязчивая мысль. Предложил ему пойти к психологу, потому что его поведение нездоровое, никогда ранее такого не происходило, но он отказывается, говорит, что будет все решаться. Я не понимаю, почему так происходит, и как правильно поступить. Он плохо ест, у него нет сил, все время трясет. Их всячески показывало, что я рядом, готова помочь, поддержала, пыталась с ним разговаривать, но результата ноль. Алкоголь, наркотики он не принимает за последние два года, он загрузил в себе, перестал показывать своему существо, даже с родными людьми и друзьями не обсудил свои проблемы просто в свою жизнь. Тогда показывалось, что у него все нормально, и он сам все решит. Что теперь происходит страшно и непонятная ситуация, ну страшные непонятные ситуации для кого? Вообще очень похоже на то, что страшные непонятные ситуации, это в первую очередь для вас. Именно для вас она является страшной, именно для вас она является непонятной. Очень на это похоже, по крайней мере, исходя из вот того, что вы описываете. Вообще говоря, молодой человек боится жить с вами вместе. Другими словами, он, получается, не хочет этого делать. Вот. Вы начинаете об этом говорить, вы этого хотите. Попробуйте, пожалуйста, увидеть то, как вы относитесь к тому, что мужчина, например, не хочет с вами жить вместе. Ну, то есть вот если просто как-то вот предположить, да, вот, что он не хочет с вами жить вместе. Вот. Как, ну, как в таком случае, то есть, как вы к этому, ну, отнеслись бы, да, как вы это восприняли бы. Вот. Вот. Такая, такая история, как мне кажется. На мой взгляд, вы с молодым человеком продвигаете разные цели, разные задачи и разные, ну, скажем так, приоритеты. Вот. И вы, на мой взгляд, выставляете как-то человека, ну, вот, жить с вами отдельно, при этом в глубине души. И, на мой взгляд, понимая, что он этого не хочет. Вот. То есть чем быстрее вы признаете, что человек не хочет с вами жить, вот, чем быстрее вы это признаете, тем лучше будет для вас. Сейчас же все выглядит так, что вы, ну, ставите, как бы, свою жизнь в зависимость от него. Вот. И, на мой взгляд, ничего хорошего. Из этого для вас не будет. Вот. Такая вот история. Я думаю, что, ну, такой ответ, примерно, плюс-минус можно вам дать. Вот. И так же, что очень важно, это то, что вы не задаете вопрос. То есть, ну, вы описали ситуацию, да. А какой вопрос? Ну, в чем, в чем, в чем этот вопрос? Ну, совершенно очевидно, что молодого человека не привлекает идея жить с вами вместе. Вот. Спрашивается, не выглядит ли ваше поведение, а как попытка его заставить? Вот. Или выглядит? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго.